Рыцари детства устроили праздник в маленькой стране. Средства из копилки благотворительного марафона именем детства во имя детства продолжают поступать адресатом. В этом году собрана рекордная сумма – более 8 миллионов 200 тысяч рублей. Деньги планируют направить в больницы, школы, детские дома и сады. В Чебоксарах сразу несколько дошкольных учреждений получат десятки тысяч на обновление оборудования. Дмитрий Ковалев продолжит тему. Многое делается. Мы понимаем, что нам, органам власти, еще нужно много сделать для того, чтобы наши дети были, во-первых, здоровы, были счастливы, чтобы хорошо учились. Для воспитанников этого детского сада власти делают тоже многое. Дошкольное учреждение было построено 40 лет назад. Меценаты пришли сюда вовремя. Здание дождалось капитального ремонта ребят из современного оборудования для игр. В кабинетах стало светлее, на уроках пения музыка зазвучала громче благодаря новым колонкам. За два последних года нам выделили 700 тысяч рублей, на которые мы смогли отремонтировать цоколь, отремонтировать кровлю крыши, заменить частично в двух группах пластиковые окна. Сейчас в детском саду планируют оборудовать новую спортивную площадку. Эта мечта тоже сбудется. Почетные гости вручили ребятам сертификат. Нынешним летом из копилки благотворительного марафона дошкольным учреждениям столицы выделят более 500 тысяч. Эти деньги получат садики, которые давно не видели капитального ремонта. 42 детских сада, которым более 40 лет. И вот этому детскому саду уже 43-44 года будет. Действительно это много. Последние годы мы начали уделять внимание тем детским садам не только новые детские сады строить, но и на ремонт, на детские площадки. На обустройстве детских садов начали выделять деньги. В этот садик гости приехали не случайно. На протяжении многих лет воспитатели и сами принимают участие в марафоне. Работают здесь поистине талантливые педагоги. В одной из групп обучаются ребята с дефектами речи. Праздника заслужили все. И родители, и дети. Очень приятно, конечно, то, что наш садик не забывают. Хотя садик очень долго существует. Приятно, что посетили наш садик. Развитию дошкольного образования в последнее время уделяется большое внимание. Уже в этом году на строительство и ремонт детских садов Чувашия получит более 600 миллионов рублей. Эту новость на праздник привезла Алена Аршинова. В ближайшее время планируют оказать поддержку и старым детским лагерям. Сейчас прорабатывается как раз программа, которая и будет нацелена на то, чтобы сделать доступными детские лагеря. Поскольку сегодня действует институт квотирования, я считаю, что должно быть более доступным. Как мы занимаемся сейчас детскими садами, что они должны быть доступны. То же самое и здесь. Средства из копилки детского марафона в ближайшее время получат и другие адресаты. Дмитрий Ковалев и Александр Петров. Республика.